Вы смотрите и слушаете телерадиоканал Страна ФМ, ну и собственно, можно я скажу эту фразу, трепещите барышни. Потому что прямо сейчас у нас в гостях человек, которого мы ждали сегодня, Марк Тишман. Сегодня, Марк, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что доехал, спасибо, что приехал, ждали тебя. Всем трепещущим и не очень доброго утра и хорошего дня. Думаю, что без исключения. Друзья, сразу еще раз напомню, сообщение для Марка, вопросы в первую очередь можете присылать в нашу группу ВКонтакте. Сверху там есть прикрепленный пост и ватсап вайбер плюс 7909-928-189-9. Слушай, я для себя хотел тебя представить, музыкант, композитор, автор песен, актер. Ну, я все это называю одним словом, артист, там этот корень арт, вот. Вот смотри, я хотел дополнить свой вопрос. Вот из этих слов, которые я произнес, ты бы в каком порядке их для себя расположил вот на сегодняшний день? Ну, я думаю, что все-таки певец. Прежде всего. А как получилось с театром? А с театром, ну, я окончил театральный институт, ГИТИС, вот. И концерт — это прекрасно. Это какие-то, я прошу прощения, потому что для меня час ранний для того, чтобы формулировать свои мысли четко и красиво, но зато буду честно все рассказывать. Да, зато буду все говорить честно. Концерт — это прекрасно, но мне всегда хотел... Я обожаю театр. Обожаю. Я хожу в театр, когда могу, достаточно часто. Театр во мне всегда вызывает бурю эмоций. Когда я был студентом ГИТИСа, я помню, я тогда обожал «Современник», и пересмотрев все спектакли в «Современнике», там, с Чулпан Хаматовой, с другими артистами этого театра, потрясающими, с Яковлевой, с Неёловой, я просто каждый раз, уходя оттуда, замирал и говорил, я буду артистом «Современника». Вот так мне... Но это быстро проходило, потому что я всегда знал, что я хочу петь, петь свои песни. Вот. Но в театре можно сказать что-то такое, о чем ты не скажешь на концерте, эстрадном, на поп-концерте, затронуть какие-то вещи, которые меня будоражат, волнуют, и с которыми мне хочется поделиться с людьми обязательно. И поэтому я сделал вот этот спектакль, который называется «Лица. Эффект отсутствия», который состоится 30 октября, 8 вечера в Москве, в театре у Никитских ворот. Да, приходите все, друзья, слушай, но мы о спектакле еще поговорим позже подробнее. Да. Я вот о чем хотел тебя спросить. Я смотрел твое интервью, читал, вернее, и в одном из них ты сказал такую фразу, ну, за точность не уручаясь, но примерно это звучало как, что театр для тебя является одним из самых честных видов искусства. Это правда. А почему вот так для тебя? А что со стальными? Смотри, театр просто наименее коммерческий вид искусства. Он меньше всего зависит от денег. И там не заработаешь большие деньги. В театре. Но, там, я не знаю, если не сесть на какие-то бюджеты, еще что-то, но, как правило, люди идут в театр просто потому, что они не могут туда не пойти. То же самое, да, с моим спектаклем. Это маленький зал. Я там не зарабатываю никаких денег. Я, может быть, там больше трачу. Но это честно. Почему еще это честно? Это только сегодня здесь и сейчас происходит. Это совместное творчество, ну, кроме того, режиссера, актера, сценографа, драматурга и зрителя. Это эмоция, которая возникнет только сегодня вечером во время спектакля. И больше никогда. Ну, то есть это получается абсолютно реальная жизнь, которую не надо монтировать потом, как-то допиливать, да, и так далее и прочее. Да, абсолютно верно. И я, кстати, поэтому противник всегда того, чтобы снимались театральные спектакли. Потому что вот эта эмоциональная жизнь, она, ее невозможно передать. Чтобы ее хорошо передать, это надо выставлять правильно свет долго. Это надо снимать. Это надо мешать зрителю. Это нужно отвлекать актера. Тогда это уже не совсем театр. А вот театр, это когда, знаешь, как бывает, это умрет вместе с нами. Об этом не узнает никто, кто не присутствовал в этой комнате. Вот это вот, вот эта степень честности для меня. Ну, а потом, когда телевизионные съемки, и ты, допустим, смотришь уже, да, где-то в другом, это же другие ощущения совершенно. Абсолютно. Нет вот этого контакта, да, с артистом, который находится на сцене, живой перед тобой. Да, не случайно даже вот, знаешь, есть великие спектакли театральные, которые снимали, и потом вот телеспектакль идет. Вот не то. Ну, как бы можно додумать, домыслить, что все испытывали. Но это не то. Театр — это про эмоцию, которую ты испытываешь сейчас в этом зале. И острота еще возникает от того, что ты больше это не испытаешь, потому что дальше актер уйдет со сцены, а ты уйдешь домой. Ну, смотри, вот опять же, честность театра, да? Поговорим о шоу-бизнесе чуть-чуть? Пожалуйста. А в чем нечестность шоу-бизнеса, на твой взгляд? Не, есть честность. Ну, я понимаю, что слегка корявый, вы понимаете, да, о чем я говорю? Нет, 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 есть честный шоу-бизнес. Ну, во-первых... Я не про деньги сейчас, да? Если мы говорим про шоу-бизнес, то тут сразу слово «бизнес» идет. Тут бизнес тоже бывает честным, а бывает нечестным. Бывает, человек изготавливает продукт, и он пишет на этом продукте, что здесь использованы консерванты, красители, здесь вообще мука третьего сорта использована. Но в шоу-бизнесе так не говорят, что здесь певец не очень без образования, вообще корявый, поет, вывели его голос на автотюне, но споет. Песня тоже не очень, но мы ее прокрутим 287 раз за эту неделю, и она вам покажется хорошей. Очень знакомая история. То есть все представляется как натуральный продукт, а уж то, что ты получишь, там, на самом деле, не всегда известно. Знаешь, даже, что я недавно думал, что есть плохого? У зрителя сильно опускается уровень. Ему кажется, что раз этот певец, значит, или эта певица, или эта группа, а не певцы, значит, вообще-то каждый так может, и я так могу, и мой сосед тоже не хуже так же делает. Ну, короче говоря, такая планка немножко совсем шоу-бизнеса стала. Ну, такая. Может, каждый. Слушай, ну мы об этом, наверное, еще попозже. Может быть, даже и поговорим, если нам хватит времени, тем более, что у нас с тем-то огромное количество. Друзья, Марк Тишман у нас в гостях. Прямо сейчас 3-4 минуточки перерыв, и мы продолжим наш разговор. Доброе утро. Это телерадиоканал «Страна.ФМ». Друзья, как и обещали, мы к вам вернулись. Телерадиоканал «Страна.ФМ». Доброе утро всем. Марк Тишман сегодня у нас в гостях. Марк, доброе утро еще раз. Слушай, ну уже посыпались вопросы к тебе, к ним чуть-чуть попозже мы вернемся обязательно. Я хотел спросить вот о чем. Это же было 10 лет назад, да, «Фабрика звезд», когда тебе узнала такая широкая массовая аудитория. Вот скажи мне, пожалуйста, Марк Тишман 2008 года и Марк Тишман 2018, да, будем называть так. Это два разных человека или один и тот же? Если есть разница, она вот в чем для тебя самого прежде всего? Ну, хорошенький вопрос. Но я думаю, что это, конечно, один человек. Ну, то есть пока еще синдромом раздвоения такого я не, кажется, не страдаю. Хотя кто знает, может быть. Но очень разные люди. Хотя, с другой стороны, друзья те же. Ну, друзья это один. Но ты же вырос в профессиональном плане. И как музыкант, и вот теперь ты актер. Если говорить о профессиональной истории, то и о том, кто я на сцене, это абсолютно разные люди, как мне кажется. Это абсолютно разные песни. Но хотя, опять же, я думаю, там, ту же песню «Я стану твоим ангелом», ту же песню «Ближе к небу», ту же песню «Январь», которые написаны мною в то время, я пою и до сих пор. Но мои сегодняшние песни, наверное, другие. Хотя, там, вот та же премьера, которая вышла у меня, «Войди в комнату», да, и мы о ней потом сегодня поговорим. И у меня в Инстаграме, я смотрю, многие пишут, «Перекликается с твоей песней «Январь», которая была написана, там, ну, лет 8-9 назад. И это правда. Ну, то есть, это... Это правда огромный путь, который я проделываю. В профессиональном плане тоже, потому что пою я совсем по-другому. Голос мой стал совсем другим. Я занимаюсь этим очень много и плотно. Но в то же время, наверное, это вот... Я люблю говорить про... Человек как здание, да? И мне очень нравится, как одна из моих любимых писательниц, Улицкая говорила, что там к среднему возрасту мы вот это здание выстраиваем. И раньше ведь люди жили не так много, ну, там, если взять, там, 150-200 лет назад, то средняя продолжительность жизни, она была, ну, там, до 50 лет. Ну, там в 30 лет считали уже стариком человека. Да, стариком. Вот, 40-50. И жизнь так устроена, что вот уже к 35-ти, к 30-ти, я не знаю, к 40-ка все, человек про себя все понял, про этот мир все понял. А мы теперь живем, слава богу, дольше. И что? И что? Если человек это здание, то это здание, получается, просто вветшает, чем-то там осыпается, я не знаю, покраска, все. И вот каким-то таким косметическим ремонтом дело не спасешь. И вот Улицкая говорит, что надо это здание разрушить в среднем возрасте и потом заново его собирать. То, во что ты веришь, то, что ты умеешь, то, чему ты научился, то, кого ты уважаешь, то, кому ты доверяешь. И строить заново. Но я думаю, что фундамент снести невозможно. Поэтому вот в этом смысле... Основа осталась та же самая. Основа та же самая. Но смотри, если говорить о промежуточных итогах, да, они как раз вот сейчас такие, наверное, да, потому что это зрелый возраст. Если ты утром просыпаешься, подходишь к зеркалу, смотришь на себя, ты говоришь о том, старичок, а мне нравится, что вот произошло за все эти 10 лет, я доволен абсолютно всем. Или ты говоришь себе, нет, не получилось вот это, пятое, десятое, здесь бы я переделал и вообще поступил бы иначе. Нет, во-первых, я никогда не говорю себе старичок. Окей. Начнем с этого. Я могу к себе обратиться. Я так часто разговариваю. Ну, могу сказать, эй, парень. Вот. Во-вторых, я... У меня нет... Я не анализирую себя вот вчерашнего. Я могу анализировать свое выступление и извлечь из него ошибки, но вот это ровно сегодня и завтра, может быть. А дальше... Все, я начинаю над чем-то дальше работать. То есть вот этот ретроспективный взгляд мне не характерен. Это не твое, да, получается? Слушай, ну давай тогда уже ближе к спектаклю, но мы о нем подробно, прям очень сильно подробно поговорим после небольшого перерыва. Прямо сейчас, кстати, твоя песня, не только твоя, это Марк Тишман и Юли Паршута. Песня называется «Невыносимая». Она вышла несколько лет назад, да, по-моему? Она вообще вышла очень давно, на самом деле. Опять, к вопросу, да, как меняюсь я или нет. Но Юля Паршута, прекрасная певица, она очень любила эту песню. Слушай, давай сейчас посмотрим, послушаем, а потом договорили желтый. И попросила, да, чтобы мы сделали дуэт. Вот он есть. Все, договорились, друзья, поехали. Друзья, телерадиоканал «Страна ФМ». Доброе утро, Марк Тишман у нас сегодня в гостях. Доброе утро, Марк. Еще раз, ну слушай, мы все-таки подошли к одной из главных тем нашего сегодняшнего разговора. Твой моноспектакль «Лица, эффект отсутствия», так он называется. Премьера была весной, да, насколько я понимаю? Сейчас новый сезон начинается. Да, да. Давай о нем поподробнее поговорим. Это же ты не только в качестве актера, но там есть и большая музыкальная составляющая, правильно? Да. Ты там и поешь еще. И пою, да. Это вообще, ну для того, чтобы слушатели, зрители поняли, это такой спектакль, который придумал я с группой своих товарищей. Драматург, режиссер, продюсер, видеохудожник. Это спектакль. Мы много встречались и говорили, началось все с разговоров. Мы говорили про темы, которые нас волнуют. Мы, там, самому младшему из нас на тот момент было 25 лет, самому старшему 38. То есть люди в этом промежутке говорили о том, о своей жизни, о сценарии жизни, который пишем ли мы сами, или кто-то пишет за нас. Как на него влияют люди, которые приходят в нашу жизнь. Как на него влияют, там, нам же с детства нравятся разные фильмы. Всем нравятся разные какие-то герои. Появляются кумиры, люди, на которых мы ориентируемся. И как? Мы выбираем этих людей, и дальше они как-то влияют на нас. И на ход нашей жизни, карьеры, кого мы выбираем. Или же они нас выбирают. В общем, я очень чувствую всегда, что как люди, которые мне нравятся, влияют вообще на мой характер, на мое поведение. Это даже могут быть не люди, которых я знаю лично. Это и чаще так бывает. Люди, которых я, может быть, себе придумал. Да, какие-то там кумиры, писатели, я не знаю, книги, фильмы и так далее. И вот про этот фильм. Лица — эффект отсутствия. Почему лица — эффект отсутствия? Потому что этих людей в наших жизнях нет. Но они живут очень в наших головах. Ну вот скажи, пожалуйста, несмотря на то, что это моноспектакль, у тебя же там 12 героев, да, ты говорил? Во-первых, я на сцене, конечно, один как актер, но еще на сцене присутствует 4 живых музыканта. Это мои музыканты, которые сопровождают весь спектакль. На сцене видеопроекция. Я и каждый раз я говорю от лица разных людей. Скажи, вот сложно было в себе одном уместить 12 разных героев абсолютно? С точки зрения актерской, наверное, какой-то, несложно. Потому что там ничего не придумано. Это правда люди. Я говорю от их лица, но я там подписываюсь, грубо говоря, под каждым словом, которое он произносит. То есть я понимаю, о чем он говорит. Я понимаю, почему он так говорит. Вот. Поэтому с этой точки зрения несложно. Все эти люди мне очень близки. Там сложность была, может быть, техническая. Техническая — все это выучить. Техническая — быстро переключаться от одного к другому. Вот в этом. Потому что я же не играю на театральной сцене каждый день. Ну да. Слушай, а вот он идет полтора часа примерно, да? Да. Ну это достаточно большое количество времени. Да, да, да. Тебе несложно быть одному на сцене? Ну я музыкантов не считаю, потому что они не актеры все-таки, да? В полном смысле этого слова. Не испытываешь ли ты вот все-таки какого-то локтя рядом от партнеров-актеров, на которых можно всегда... Вообще я единоличник. И даже сказал бы так — одиночка. Поэтому я и в своих концертах... Вот знаешь, есть все эти... Бенефис, а там 10 лет на сцене, 20 лет на сцене. Да, да, да. Уже, мне кажется, даже три года на сцене и то люди отмечают. Вот. И дальше. Сегодня в гостях с юбиляром споют. И дальше список пол-эстрады. Я так люблю сцену, я так люблю зрителя, я так люблю музыку, что мне... Вообще в жизни я очень щедрый даже транжира. А на сцене я не люблю делиться вот этим своим местом, вниманием зрителя. Поэтому это мне в кайф. И я не устаю от спектакля. Нет, в конце есть эмоциональная какая-то, даже мне незнакомая усталость. Вот, правда, после каждого из спектаклей у меня есть ощущение, что вот я выпотрошил просто все свои кишки. Вот чистая правда. Мне это нравится. А скажи, пожалуйста, вот этот спектакль «Лица, эффект отсутствия» — это все-таки для тебя такое действие по фану, что называть? Ну, понимаешь, да, о чем я говорю? Или все-таки у тебя есть какая-то задача, пусть маленькая, донести какой-то вот месседж для людей, которые пришли на тебя посмотреть? Для утра такие мы с тобой, конечно, серьезные темы. Слушай, я сам от тебя не ждал. Да-да-да. Ты знаешь, я не люблю об этом говорить, но у меня есть внутреннее ощущение того, для чего я вообще что-то выхожу на сцену, для чего я что-то делаю. И я, ну, как бы, миссия, не миссия. Я думаю, что у каждого из нас, чем бы мы ни занимались, есть миссия в этом мире, которую должен выполнить. И этот спектакль абсолютно вписывается в ту миссию, в то послание, которое от меня в этом мире должно исходить. Для чего я здесь вообще нахожусь? Скажи, пожалуйста, ты по жизни фаталист? Да. Абсолютный фаталист. То есть ты считаешь, что все вот оно уже кем-то... Не у всех, но про себя я знаю точно. У меня в жизни было много случаев. Я недавно вспоминал, я не помню, с кем говорил. То есть я родился в городе Махачкале. У меня никого не было артистов, музыкантов. У меня небогатая семья. Но я с детства понимал, что я хочу стать артистом, певцом, быть на сцене. В Махачкале не было специальных учебных заведений для этого. То есть, казалось бы, откуда оно взялось, непонятно. Да. И... Но я с детства понимал, что это будет. Дальше, когда я попадаю в Москву, и мне уже... И я начинаю ходить везде и всюду, пробоваться. И мне поступают какие-то очевидно успешные предложения от каких-то больших продюсеров. Там мне было 17-18 лет. И я сижу в своем общежитии, где я тогда жил. И меня туда не несут ноги. То есть мне все вокруг. Это же то, о чем ты мечтал. Это же вот оно, твое. А мой вот просто... Я не могу это объяснить, потому что в нашем лексиконе нет для этого слов. Но мой организм, мое тело не идет. То есть мозг сдает команду телу, подожди, чувак, твое будет потом. В знаки веришь? И часто ли они бывают на твоем пути? Ну, я прислушиваюсь к тому, что происходит вокруг. Я имею в виду к тем знакам, которые посылает пространство. Но мне кажется, все знаки... Главное, чтобы это не превратилось в какое-то, знаешь, суеверие. Все знаки, они самое главное... В манию такой фанатизм какой-то, да? Да, да, да. Они внутри тебя. Марк, давай мы прервемся прямо сейчас. У нас, кстати, вот тот самый лирик видео, та песня, да? «Войди в комнату», так она называется. Мы сейчас посмотрим, а после вернемся и обсудим. Да-да-да. И перед тем я только хочу сказать, что спектакль, про который мы говорили, в этот вторник, 30 октября, в Театре у Никитских ворот приходите. Да, приходите обязательно прямо сейчас. Друзья, песня «Марк Тишман. Войди в комнату». Смотрим и слушаем. После этого мы вернемся к вам. Доброе утро. Войди в комнату, выключи свет, погаси экран. Зачем помнить то, чего нет, что раздали ветрам? Войди в комнату и потеряй, просто отпусти. Горячее солнце в соленой воде утонет. Холодное сердце, в ракушке твоих ладоней. Спи, не буди, так хорошо, когда все позади. Здесь нет выстрелов, нет войны, но и мира нет. Здесь мы выселись до луны, до скончания лет. Здесь все временно тишина, по телу дрожь. А я не верю, я не знал, что и ты пройдешь. Горячее солнце в соленой воде утонет. Холодное сердце в ракушке твоих ладоней. Спи, не буди, так хорошо, когда все позади. Пойди в эту комнату, выключи свет. Счастье устало, ушло на обед. Кем-то оставлен, горит монитор. Тихо с собой ведет разговор. Память не помнит, не любит любовь. Белая книга, в которой нет слов. Мир в этот мир уже вряд ли вернется. А здесь когда-то горело солнце. Горячее солнце в соленой воде утонет. Холодное сердце в ракушке твоих ладоней. Спи, не буди, так хорошо, когда все позади. Как-то все позади. Как-то все позади. Это телерадиоканал. Странно. Один на всю страну. А, друзья, вернулись мы к вам. Марк Тишм у нас в гостях сегодня. Марк, еще раз доброе утро. Доброе. Ну вот, собственно, и прозвучала та песня. Кто нас смотрит, еще и увидели лирик-клип на эту песню. Войди в комнату она называется... Слушай, не самый оригинальный вопрос, но я не мог его не задать, конечно. Почему вот так ты решил все это сделать? Почему все три с половиной минуты под душем под... Ты моешься в душе. Да, да, да. Но сейчас как-то надо представить песню всегда не просто аудиотреком, но каким-то лирик, муд-видео сейчас делают. Ну, какой-то видеоряд просто, да? Какой-то видеоряд, да. Не всегда успеваешь сразу снять клип и так далее. Вот. И я долго думал... Не то, чтобы я очень долго думал, но какой же может быть на это видеоряд? И придумалась такая идея, что я на самом деле очень люблю долго стоять под душем. Вообще я лев по знаку зодиака, знак огня. И мне под водой очень комфортно. Я люблю воду. Я вот... И если, кстати, у меня есть такая штука, что если что-то там плохо, я чувствую, какая-то дурная энергия прилипла, я становлюсь под душем. Это вот ощущение, что что-то смываешь с тебя плохое. Да, с тебя сходит. Особенно это, кстати, касается головы и волос. Мне кажется, там скопление энергии большое бывает. И вот встал под душем, тебе как-то проще. Эта песня, она вот про то, что надо отпускать, если не получается. И так прекрасно становится, когда вдруг все позади. Все из-за чего тебе было дурно, плохо. А может быть и хорошо. Слушай, ну и такое простое решение, на самом деле, да? Но я, честно говоря, такого не видел нигде. Я первый раз вижу, что вот... Не получил здорово, на самом деле. Спасибо, спасибо, да. Но не я один это придумал. Спасибо моим друзьям, которые мне помогли это сделать. Более того, просто у меня душ не такой дома. Удобный для съемок. Еще мне сняли у соседей. Хорошо. У соседей, друзей. Вышли из положения. Да, я попросил, они все поняли. Говорят, мы как раз тут на часа полтора уйдем. Пришел я со своими двумя друзьями, с другом, с подругой. Они все там, бац, свет, камера. Так удобно. Помылся. И есть на что посмотреть. Марк, слушай, у нас огромное количество, реально огромное количество вопросов, и твои поклонники не простят. Поэтому давай по ним пробежимся, я постараюсь все озвучить. Доброе утро, Марк. Песня «Войди в комнату» прекрасная, любимая. Как родилась к ней такая идея из видео? Спасибо, спрашивает Виктория. Я думаю, нет смысла отвечать, поскольку ты уже рассказал. Да, я могу даже рассказать про песню, когда родилась. Я сейчас вспомнил, что песню я написал в Витебске в этом году, между прочим. Я был на Славянском базаре несколько дней, и там есть дом Марка Шагала, тезки моего великого. И что-то гуляючи после этого всего, там так красиво, написал эту песню. Так, следующий вопрос. Привет, Марк, ты замечательный, очень проникновенно играешь в моноспектакле «Лица и эффект отсутствия». Скажи, а какой из персонажей на сегодняшний день ты считаешь, у тебя получился сильнее по эмоциям? Наталья спрашивает. Спасибо за вопрос. Она, видимо, смотрела уже спектакль. Да, да. Сложно для меня ответить, но это правда. Это как дети. Я не могу выбрать ни одного из персонажей. Ну, все по-своему близки, да, и все дороги. Они все часть меня. Далее, следующий вопрос. Марк, ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. Если бы вам выпала возможность дать совет тому Марку Тишману, который только начинает свое восхождение на музыкальный олимп, какой совет бы вы дали самому себе, от чего бы вы себя предостерегли? Заранее спасибо за ответ. Ну, наверное, я бы сказал себе, не бойся. И все? Да, поменьше бойся, меньше страх. Марк, я знаю, что твоя новая песня «Войди в комнату» для тебя очень личная. Мне интересно, как быстро она у тебя родилась, Наталья. Слушай, ну это, по-моему, дубль, да? Да, да, уже рассказал. Нет ли у тебя мысли, спрашивает Ольга, объединить свои стихи, которые не стали песнями, в сборник и записать диск с ними? То есть с отдельными стихами, да? Ты потрясающе их читаешь, и можно ли попросить тебя сейчас прочитать твое стихотворение про тук-тук? Отвези меня на тук-туке, большое спасибо. Можем мы это прямо сейчас сделать? Да, можем, почему нет? Давай попробуем. Да, это пятница, это сейчас как социальная реклама, позвоните родителям. Отвези-ка меня на тук-туке в моей мамы теплые руки, в эти запахи, слезы, объятия, в эти легкие летние платья, в эти горы, море, пляжи, где случилось родиться однажды, где внимал обещанию чуда, отвези-ка туда, отсюда. Раскаленного солнца раны ждут спасения на дне океана, славит глаз по золоту заката, меня тихо уносит куда-то силам мысли и скорость ветра на другие задворки планеты. Чтоб хватило еще надолго, окунуться мне надо только в эти запахи, окрики, звуки, в моей мамы теплые руки, на тук-туке, вези на тук-туке. И вот здесь должны быть облагосименты, конечно, вот они звучат, если не слышишь, ты без наушников. Ольге, кстати, большое спасибо, Ольга, спасибо вам большое за то, что у нас такой внезапный экспромт творческий получился. Еще один вопрос, Наталья пишет уже другая. Марк, ты был телеведущим, песни поешь, свой спектакль сделал. Есть ли еще что-то, что бы ты хотел осуществить в своей жизни? Не знаю. Я всегда говорил, что все, что я хочу осуществить, я это осуществляю. Слушай, ну а вот смотри, музыка, да, однозначно, театр, да, уже однозначно, а в кино не было ли у тебя мечты? Вот если сказать совсем честно, то нет у меня такой страсти. Это потому, что вот театр здесь сейчас и настоящий, да, а кино это уже... Да, да, да. Я и телевизионные-то съемки не получаю большого удовольствия, потому что там ты ждешь долго, тебя гримируют, там все, а потом ты выходишь три минуты и бац. Вот концерт, вот это я продолжаю осуществлять, писать песни, петь. Слушай, ну на все вопросы мы практически ответим. У меня-то их много еще на самом деле. Но у нас время заканчивается, буквально 30 секунд осталось. Давай напомним про спектакль «Когда, где» и... Да, друзья, во-первых, всем хороших в одних, и тебе, и всем, кто нас слушает и смотрит. Приходите на спектакль Театру Никитских Ворот, вторник, 30 октября, 8 вечера. До встречи. Ну и завершим мы сегодняшний эфир твоей песни «Навигаторы». Она прямо сейчас начинает звучать. Марк, большое спасибо тебе. Спасибо. Новые песни, новые клипы. Всегда добро пожаловать на стороной эфир. Спасибо, что приехал. Спасибо, пока. До встречи. Всем счастливо. Субтитры подогнал «Симон»